здравствуйте хочу пригласить вас в еще один проект по вязанию еще одной безрукавки таких безрукавок из травки у меня две одна серенькая 1 вот такая малиновая вязала я их по-разному и для разных людей но в общем размер у обеих примерно одинаковый потому что комплекция будущих обладательниц моих безрукавок приблизительно одинаковая разные цвета и схема вязания эту безрукавку я начинала вязать снизу единым полотном я ее вязала до линии пройм когда когда я довязала до линии пройм я разделила свою работу булочки я вязала по отдельности и спинку я вязала тоже отдельно потом впоследствии когда у меня все было сформировано линия горловины плечевые швы я уже набрала петли по горловине и провязала капюшон капюшон у меня здесь связан довольно просто тоже одним полотном вот так это выглядит одним полотном и когда я провязала необходимую длину я просто его закрыла здесь на шве впоследствии было были были обвязаны проймы рукавов проймы я фактически не формировала я просто оставила вот такую вот приспущенную пройму впоследствии я их просто обвязала шерстяной ниткой у меня здесь тоже идет сочетание травки и шерстяной нитки 4 ряда травки и 2 ряда шерстяной в общем то она дает вот такую вот легкую полосатость и безрукавка очень очень пушистая потом когда был провязан капюшон была набрана была набрана планка по всей длине начиналась она отсюда по всей длине вот так вот прошла по капюшону вернулась вот сюда и после того как эта планка была провязана я ее закрыла иглой и вшила замок вес моей безрукавки приблизительно 650 граммов из которых шерстяной нитки наверно граммов 150 и 400 травки мерочек у меня здесь тоже будет совсем немного обхват груди примерно 46 сантиметров и общая длина изделия 55 сантиметров капюшон я тоже в процессе вязания просто примеряла у капюшона в данном случае тоже абсолютно декоративная функция в общем то и ничего сложного в этой работе не было вязалась она очень легко и быстро постольку поскольку травку не вяжут на мелких спицах то спицы у меня были довольно крупные 4 половины и 4 по моему если не ошибаюсь и в общем работа работа была сделана очень быстро и на мой взгляд очень легко на мой взгляд вещь получилась очень интересной и очень очень простой и так приглашаю всех приступить к работе начинать работу мы будем как всегда с несложных расчетов расчеты тем более не сложно что безрукавка у нас будет выглядеть следующим образом схематичный такой рисунок вот здесь у нас будет резинка впереди у нас будет замок и вот здесь вот впоследствии будет привязан капюшон начинать работу мы будем вот отсюда с резинки и вязать мы мы ее будем вверх как видно по схеме у меня нету никаких пройм то есть собственно пройму вывязывать я не буду и вязать мы будем вот такими вот полосками чередуя травку и шерстяную и шерстяную пряжу вот так она у меня будет выглядеть и так расчеты должны выглядеть следующим образом образец из 20 петель дает мне 14 сантиметров мне нужно в данном случае мне нужна одна мерка либо обхват бедер либо обхват груди в моем случае это цифры приблизительно одинаковые я беру 96 сантиметров с учетом свободного облегания и мне нужно высчитать сколько же это будет петель для того чтобы это посчитать мне нужна очень простая пропорция то есть 96 я умножаю на 20 и делю на 14 и того у меня получается 137 петель для простоты расчетов я возьму округли эту цифру до 140 петель у меня будет вещь немножко свободная постольку поскольку вот эту безрукавку на голое тело надевать мы вряд ли будем общее количество петель 140 мне здесь нужен небольшой совершенно небольшой такой зазорчик который я буду вставлять замок и я заберу по одной кромочной еще по одной петли и того я буду набирать на спицы 138 петель это цифра которую я буду набирать вот здесь вот на замочек я убираю по две петли с каждой стороны потом потом я буду надвязывать маленькую планочку для того чтобы закрыть замок и так набираем на спицы 138 петель при этом начну я их набирать на спицы номер три с половиной буду вязать вот эту вот резинку сначала вот этими спицами резинку я вижу два на два и потом когда я закончу работу над резинкой я перейду на спицы четыре с половиной постольку поскольку работа с травкой у нас требует довольно толстых спиц резинку я буду вязать шерстяной ниткой все остальное уже буду чередовать схема чередования у меня будет следующие два ряда у меня будет шерстяной ниткой и 6 рядов у меня будет травка вот собственно и все расчеты которые потребуются нам для начала работы будем приступать и так спицы номер три с половиной мы набираем 138 петель итальянским набором и так 138 петель у меня набрано и я начинаю вязать полую резинку первые четыре ряда я обычно вижу полу резинкой спицы у меня слегка тонковаты для этой пряжи но именно этого я и добивалась полую резинку вяжем следующим образом петли которые у нас лежат лицевыми они сейчас лежат лицевыми бабушкины мы в первом ряду мы провязываем а петли которые у нас лежат изнаночными мы снимаем не провязывая нить перед работой таким образом у нас получается что мы вяжем петли через одну и в следующем ряду мы будем провязывать те не провязанные петли ну и так далее в общем то у нас получается по сути полая резинка мне нравится подобное начало в работе поэтому я довольно часто использую этот прием мне нравится когда краю резинки получается такой очень кругленький очень аккуратненький и в общем то смотрится это очень на мой взгляд здорово и так первые четыре ряда вяжем полой резинкой вот что у нас получается после того как провязана 4 ряда получается вот такой абсолютно невидимый набор непонятно откуда у нас собственно начинается и в пятом ряду нам теперь нужно переставить петли местами почему мы переставляем петли местами они у нас сейчас стоят как 1 лицевая 1 изнаночная мы же собираемся вязать резинку 2 на 2 поэтому нам нужно чтобы у нас было 2 лицевых и 2 изнаночных подряд для этого мы снимаем вот эту изнаночную не провязывая нить перед работой и провяжем следующую лицевую не провязанную петлю мы переснимем назад на левую спицу и провяжем 2 изнаночные подряд у нас получится дальше у нас следующая петля лицевая и опять следующая петля у нас идет изнаночная нам она не нужна сейчас пока поэтому мы ее снимаем не перед работой провяжем вторую лицевую изнаночную петлю переснимем и провяжем 2 подряд изнаночной таким образом у нас получится резинка 2 на 2 вот сейчас после того как мы переставили петли у нас как раз получается что у нас петли лежат именно так как нужно 2 петли лицевые 2 изнаночные и так следующая петля лицевая затем следует изнаночная мы ее снимаем провяжем следующую лицевую изнаночную вернем на левую спицу и провяжем 2 подряд изнаночные и и еще раз одна лицевая мы ее провяжем следующая изнаночная нам пока не нужно нам нужна лицевая мы провязываем следующую лицевую переснимаем изнаночную спицу на левую спицу на левую переснимаем изнаночную петлю на левую спицу провязываем 2 изнаночные подряд и у нас получается вот такая замечательная резинка 2 на 2 и так довяжем до конца ряда и дальше мы будем вязать обычную резинку 2 на 2 до тех пор пока вы не посчитайте нужным то есть на необходимую высоту какая высота вам нравится такую такую собственно говоря и будем вязать вот что у нас должно получиться в итоге и так я не буду показывать как я вижу резинку 2 на 2 это не имеет смысла в общем то я сейчас переставлю все петли провяжу резинку и потом вернусь кролику мои резинки провязана примерно 6 сантиметров и я считаю что это достаточная высота для для той вещи которую я собираюсь связать я хочу обратить внимание что у меня получилось получился вот такой край вот он абсолютно кругленький и на мой взгляд он выглядит очень очень красиво очень аккуратно практически как машины и со следующего ряда я начинаю вязать лицевую гладь по тому принципу по которому я говорила два ряда два ряда шерстяной нитки и 6 рядов травки и так мы вводим в работу травку и начинаем работать на спицах номер на спицах номер четыре с половиной я довольно сильно меняю номер спиц для того чтобы у меня работа была уже такая более свободная и я начинаю вязать просто лицевую гладь то есть теперь я все петли в лицевом ряду провязываю лицевыми в изнаночном ряду я их провязываю изнаночными и таким образом я буду вязать лицевой гладью травкой 6 рядов вот что у нас происходит после того как 6 рядов провязаны и теперь мы оставляем травку и поднимаем вот эту вот нитку которой мы вязали резинку шерстяную нитку и вяжем точно так же лицевой гладью вяжем только два ряда вот это вот полосочка из двух рядов она будет не сильно нам не сильно заметно но в любом случае это будет не гладкая полотно из травки она все равно будет сохранять такую некоторую полосатость в общем-то это то чего я и добиваюсь и так нам нужно провязать два ряда 1 лицевой 1 изнаночный и так два ряда лицевой глади шерстью шерстяной нитка у меня провязаны и я опять возвращаюсь к травке травкой я также буду вязать еще шесть рядов точно также той же самой лицевой гладью на самом деле рисунок я менять не собираюсь у меня всегда будет лицевой гладью и я так буду вязать до тех пор пока не довяжу до линии пройм то есть я буду вязать 6 рядов травкой два ряда шерстяной ниткой и никаких прибавлений убавлений я делать не буду вся работа у меня будет двигаться именно таким образом меня внизу довольно плотная резинка дальше дальше вязание идет гораздо гораздо более слабее не такое плотное постольку поскольку номер спиц мы сменили и в общем то я считаю что это будет достаточная ширина но должна быть достаточно ширина постольку поскольку я делала расчеты ошибок у меня в расчетах никаких по идее быть не должно поэтому поэтому на данном этапе это выглядит вот таким вот образом давайте посмотрим попозже как она будет получаться в общем пока вяжем по вот этому принципу два ряда шерстяной ниткой и шесть рядов травкой вот пока что у нас получается и так постольку поскольку дальше у меня нету никаких изменений вязать я буду ровненько вверх то показывать в ролике как я вяжу лицевую гладь наверно смысла никакого не имеет поэтому дальнейшую дальнейшую дальнейшей съемки я начну тогда когда у нас время подойдет вязать пройму пока вяжем ровно без изменений итак мои малиновые безрукавки от начала резинки до верха провязано примерно 41 42 сантиметра ну разумеется ничего еще не отпарено и это достаточная высота для того чтобы начинать формировать мою пройму пройму как таковую здесь формировать я не буду но в любом случае поскольку поскольку у меня работа цельная вязание цельно у меня нету боковых швов то я должна разделить мою работу на детали на детали полочек две полочки у меня должно быть и спинка для того чтобы это сделать я возвращаюсь к моим расчетам по моим расчетам я я должна была набрать 138 петель от них я отняла две петли на планочки две петли планочки фактически у меня получилось 4 петли потому что из этих 138 из этих 136 петель две петли еще стали кромочные поэтому у меня вот здесь минус 4 петли 4 петли на планочку фактически и так и из 136 петель я должна сформировать 70 петель спинк спинки и по 30 по 33 петли полочка обе полочки 33 и 33 то есть выглядеть это у нас будет вот так вот она наша работа здесь у нас резинка из них 70 петель 70 петель спинки и 33 здесь и 33 здесь сумме это нам даст ровно 136 петель и вязать теперь мы начнем по частям обычно я вижу сначала спинку то есть я сейчас вот отсюда из этой точки провяжу до вот этой точки и развернусь начну вязать одну спинку когда я провяжу необходимую высоту я просто закрою потом я вернусь либо сюда либо сюда здесь уже не важно и провяжу отдельно полочки сформирую горловинку и сформирую плечевой скос вот так это у меня будет ну и соответственно с этой стороны я сделаю то же самое сформирую горловину сформирую плечевой скос и тоже вот так вот все это свяжу вот таким образом будет будет у меня двигаться работа потом после того как я закончу как я закончу вот эту вот всю работу я сошью плечевые швы и вот так вот и сделаю и буду делать капюшон в общем в двух словах о работе все давайте приступим собственно на моей работе я отделила маркерами цветными да здесь довольно сложно их увидеть но в любом случае вот они я отделила петли полочки петли спинки вот он второй маркер их у меня 70 и еще одну полочку следующая у меня по плану нитка с шерстяная поэтому я просто провязываю все петли полочки до маркера теперь я буду работать только с одной частью моей безрукавки то есть я должна буду связать сначала полочку потом спинку потом еще одну полочку ну либо же наоборот полочку полочку и спинку здесь порядок работы значения не имеет итак я пришла к моему маркеру что что мы сейчас делаем вот эти вот петли которые которые у нас спинка и еще одна полочка мы теперь можем перри переодеть на другую на вспомогательную пару спиц если они мешают в общем то для того чтобы сильно не мучиться я это и сделаю чтобы они мне правда не мешали и теперь когда я довязала до маркера я просто развернусь и буду вязать только одну деталь и так все петли у меня переодеты на дополнительную спицу больше они мне не мешают и я начинаю вязать прямыми обратными рядами одну только полочку при этом одна из петель у меня превращается в кромочную я вижу по-прежнему тот же самый рисунок то есть два ряда я вижу шерстяной ниткой и шесть рядов я вижу травкой никаких сложностей здесь не возникает так мы будем вязать до тех пор пока не довяжем до линии горловины как я уже говорила саму пройму я здесь формировать не хочу я хочу чтобы у меня пройма оказалась слегка приспущенной поэтому со стороны рукава я никаких действий производить не буду со стороны середины переда у меня планируется планочка которую я буду надвязывать позже а пока я должна вязать ровненько до начала формирования горловины когда я подойду к горловине я вернусь к моему ролику от начала формирования проймы у меня провязана приблизительно 18 сантиметров и это достаточная высота для того чтобы начинать формировать горловину горловину я буду формировать на 12 петлях с начала моего моего моей работы и делать я закрывать петли я буду следующим последующей схеме сначала 4 потом 3 потом 2 и два раза по одной для того чтобы начать формировать горловину мне нужно чтобы обе нитки и шерстяная и моя травка были одной петли для этого я распускаю последнюю кромочную разворачиваю работу беру обе нитки и шерстяную и шерстяную и травку и провязываю их вместе у меня получается такая довольно толстенькая кромочная ничего страшного в этом нету она у меня будет одна но теперь у меня нитка там где мне нужно и так я начинаю делать убавки следующим образом первую петлю я снимаю вторую провязываю и протягиваю в мою толстенькую кромочную таким образом я закрыла одну петлю вторую петлю с ней поступают точно также третью петлю тоже провяжу и протянул в предыдущую и четвертую петлю и четвертую петлю с ней поступлю точно также и так я закрыла 4 петли и дальше я вижу ряд до конца так как мне так как я его должна буду связать в изнаночном ряду мне опять нужно подтянуть нитку в то место в которой в котором из которого она должна выходить поэтому мне вот здесь нужно подхватить травку следующий ряд у меня травкой потому что шерстяной ниткой я вижу два ряда но при этом одну петлю я здесь должна не довязать для того чтобы сделать линию горловины красивой поэтому я предпоследнюю петлю буду провязывать тоже двумя нитками и так предпоследняя петля у меня провязана последняя петля у меня осталась на спице не провязаны я разворачиваю работу и дальше я начинаю работать с травкой следующем ряду по моей схеме я закрываю три петли я беру вот эту толстенькую петлю протягиваю ее последнюю не провязанную петлю таким образом закрыв одну петлю и закрою точно так же еще две петли таким образом убавка в три петли у меня сделано здесь у меня получается одна довольно толстенькая кромочная петля ну ввиду того что работа вообще вся лохматенькая то в общем это сильно не нарушит нашего порядка довяжем ряд до конца провяжем изнаночный ряд в изнаночном ряду точно так же оставим одну петлю не провязанной но теперь мы уже не будем делать никаких манипуляций с шерстяной ниткой потому что травкой мы вяжем 6 рядов нам шерстяная нитка по большому счету не сильно нужна поэтому пусть она пока будет в свободном полете изнаночный ряд провязан одна петля у меня не довязана следующая убавка у меня состоит из двух петель я последнюю провязаную опять протягиваю вне провязанную и провязываю еще одну петлю и протягиваю вне провязаную довязываю ряд до конца и следующие две убавки у меня одинарные одинарные убавки я делаю их можно в принципе выполнить точно также как я делаю многократные убавки но особой необходимости в этом нету поэтому одинарные убавки я делаю немножко по-другому в изнаночном в данном случае ряду я буду провязывать просто две петли вместе и так изнаночный ряд у меня провязан у меня на левой спице осталось не провязанных две петли постольку поскольку я вижу классическими петлями то предпоследняя петля у меня требует переворота то есть я просто переснимаю ее и меня расположение стенок и провязываю кромочную кромочную и предпоследнюю петлю классической изнаночной петлей обе петли вместе таким образом я закрываю две петли здесь к сожалению не видно что убавка получается аккуратно и красиво и за счет пряжи но я всегда делаю именно так и так одна одинарная убавка у меня сделано я сделаю еще одну одинарную убавку и одна петля у меня станет кромочной таким образом у меня будет закрыта 11 фактически петель но поскольку поскольку у нас здесь кромочная то в общем в общем я считаю что я закрываю 12 петель и так довязываем изнаночный ряд и здесь повторяем нашу операцию мы просто переворачиваем предпоследнюю петлю и и следующем ряду мне нужно будет уже шерстяная нитка я ее подтягиваю и провяжу две петли обеими нитками у меня получается вот такой перекид если же чтобы он не был натянутый его я буду потом прятать когда буду обрабатывать горловину и так следующий ряд мы вяжем шерстяной ниткой по моей схеме работы и на этом убавки на горловину у меня будут закончены дальше я вижу некоторое расстояние ровненько вверх потому что линия горловины у меня сформирована сейчас я разложу работу чтобы было видно что у нас произошло у нас сформировалась вот такая плавненькая небольшая линия горловины мы здесь еще у нас есть четыре петли между моими половинками поэтому линия горловины здесь будет не очень большая и плечо у меня немножко приспущено за счет того что я не формирую про ему таким образом ли сама линия горловины у меня сформирована дальше я провяжу некоторое расстояние вверх и потом буду формировать плечевой скос для того чтобы потом не разыскивать место где я закончила делать убавки я вот сюда надену маркер чтобы было понятно что здесь у меня закончились убавки и дальше вижу ровненько вверх и так вот как у меня сейчас выглядит моя линия горловины от последней убавки у меня провязана примерно три сантиметра и я начинаю формировать плечевой скос плечевой скос я буду формировать укороченными рядами с последующей схеме в каждом лицевом ряду в данном случае лицевом постольку поскольку это у меня правое плечо в каждом лицевом ряду я буду не довязывать по три петли и делать разворот при этом во время разворота я должна буду сделать накиды в общем ролик про формирование плечевого скоса у меня есть отдельный но я покажу в любом случае как это делается в данной конкретной вещи пряжи у меня здесь довольно лохматая наверное не все будет видно и понятно но вот смотрим кромочную петлю я не считаю не считая кромочной у меня три петли на спицах я разворачиваю работу делаю накид на правую спицу неважно в какую сторону его делать снимаю одну петлю не провязанной и вяжу изнаночный ряд до вяжем ряд до конца все петли включая кромочную теперь мне нужна нитка травка я вижу опять все петли не довязывая 3 петли до моего предыдущего разворота итак провязываем уже одна лишняя петля у меня вот это не петля вот это у меня накид который я сделала вот эта петля которую я не провязала я ее в расчет не беру у меня осталось не провязанными в этом ряду 3 петли я разворачиваю работу делаю накид на правую спицу и снимаю последнюю провязанную петлю дальше вяжем ряд до конца вам разворачиваем работу и вяжем лицевой ряд не забываем что в лицевом ряду лицевых рядах мы делаем развороты смотрим внимательно вот он накид вот петля не провязана опять одну лишнюю петлю провязали и 3 петли не провязанных 1 накид и одна петля которую мы не провязывали я ее тоже не считаю разворачиваю работу и делаю то же самое делаю накид на правую спицу снимаю одну петлю и довязываем несколько оставшихся изнаночных петель до конца разворачиваю работу и внимательно смотрю вот у меня последнее место разворота вот петля которую я не провязывала 3 петли таким образом не нужно развернуться сейчас вот в этом месте то есть я провязываю всего лишь 4 петли разворачиваю опять работу делаю накид снимаю одну петлю и провязываю все оставшиеся изнаночные петли вот какой подъем у нас должен получиться часть этого подъема зайдет немножко на спинку потому что на спинке плечевой скос я формировать не не планирую обычно я так и вижу но сейчас у нас наблюдается такой некий беспорядок потому что потому что в местах разворота у нас образуются вот такие дырки мы вяжем еще один ряд которым закроем все наши места разворотов вот мы дошли до петли которую мы не провязывали вот он накид мы берем следующую петлю следующую петлю и провяжем его и и вместе с накидом и так провязываем вот мы опять встречаем петлю которую мы не провязывали при развороте провяжем ее и вот он наш накид берем следующую петлю вместе с накидом провяжем их и дальше вяжем обычные петли вот еще одна петля которая у нас при развороте не провязывалась провяжем ее накид берем следующую петлю и провязываем вместе с этим накидом и так мы должны поступить до конца вот он у нас еще один накид следующая петля и все это провяжем до самого конца и так сейчас у нас места разворотов все закрылись за счет накидов к сожалению здесь не очень хорошо видно за счет пряжи но это все действительно так работу над плечевым скосом можно посмотреть в отдельном ролике плечевой скос у меня получился вот такой достаточно крутой когда мы формируем плечевые скосы на спинке и на полочке то вот такую вот такая крутизна нам не нужна но ввиду того что я обычно формирую плечевой скос только на на петлях полочек и не формирую его на спинке то я делаю вот я компенсирую отсутствие плечевого скоса на спинке за счет более крутого скоса на полочке итак работа над этой половинкой полочки у меня завершена дальше и я буду собирать петли спинки и вязать спинку